Женщина, она хочет счастья, как то, что ей должно быть даровано по жизни. А мужчина хочет счастья, как то, что он должен достичь. И, соответственно, и поведение такое. Женщина же не достигает замужества. Вот она говорит, мне не встречается человек. Или не так? Или женщина достигает? Достигает замужество женщина или нет? Она ждет. Она хочет замужества. Она ставит целью. Но она ждет. Вот это ожидание, это и означает женская позиция. То есть женская позиция такова, что ей нужно счастье. То есть само по себе волевое усилие у женщины, конечно, тоже есть. Она что-то делает, пытается как-то достичь. Но принцип такой. Ее кто-то должен сделать счастливой. По этой причине она и обижается, когда она несчастна на кого? На того, кто ее должен был сделать счастливой. Понимаете? Поэтому в психике у женщины вот это есть, это вот чувство, что, допустим, если у нее испортилось настроение, то виноват кто? Муж. У меня была такая ситуация, жена подходит ко мне и говорит, слушай, у нас есть проблема. Я говорю, я согласен. Она говорит, ты даже ничего не узнаешь, не знаешь, какая, уже согласен. Я говорю, все равно согласен. Она говорит, ну а кто тогда виноват в этой проблеме, если ты согласен? Я говорю, я виноват. Она говорит, а почему? Я говорю, ну потому что мы с тобой вдвоем живем, больше некому. И она сразу начала смеяться, так же, как вы, и проблема пропала. Я даже не узнал, в общем-то, что за проблема. Проблема на этом закончилась. Вот. Я к чему это говорю, допустим? Часто мужчины очень сильно удивляются, почему так происходит, что вот у жены плохое настроение, и вдруг он во всем стал виноватым. Ну потому что вот так вот устроена женская природа, женщина хочет заботы, ласки, внимания. Она хочет этого, потому что она хочет счастья. Это ее природа. Вот мужчина хочет чего-то отопиться, преодолеть. Это его счастье. А по этой причине есть две основные потребности, глубокие потребности у мужчины и женщины. У мужчины главная потребность – это отсутствие неустойчивости в жизни. То есть, вернее, как это называется? Если мужчина чего-то не добивается в жизни, то есть он очень сильно страдает от нереализованности. Вот нереализованность. То есть мужчина должен быть реализован как личность. Он должен достичь того, чего он хочет. Это его главная потребность. У женщины главная потребность – это гармония. Или отсутствие страха, отсутствие опасности, отсутствие беспорядка, отсутствие дисгармонии даже в одежде. Допустим, женщине очень важно, чтобы все было гармонично одето на ней, чтобы в квартире все было гармонично, чтобы гармоничные отношения были и так далее. То есть женщина боится. То есть главная проблема женщины – это страх. А главная проблема мужчины – это отсутствие победы или реализованности, или достижения чего-то, устойчивости внутренней и так далее. Отсюда вытекает сразу поведение. Вот, допустим, в чем заключается принцип отношений с женщиной? Принцип отношений с женщиной – это успокаивать ее, создавать гармонию. Ну, то есть женщина нуждается в том, чтобы создать ей атмосферу спокойствия и устойчивости, стабильности. Потому что главное еще в природе женщины – это стремление к стабильности. То есть женщина хочет стабильности, а мужчина хочет развития. И женщине нужна стабильность. Поэтому отсюда вытекает, что женщина, допустим, очень долго привыкает к какому-то месту, и потом ей очень трудно его поменять. Ну, всегда есть везде исключения во всем, понимаете? Но я говорю основные какие-то моменты. Допустим, женщине, вот когда она учится, ей главное, чтобы все было по правилам. Вот, допустим, она берет какой-то материал, ей нужно, чтобы все четко было расписано. Тогда она очень легко усваивает этот материал. Мужчине все наоборот. Ему нужен опыт. Ему нужен опыт. Вот он получил какой-то опыт с каким-то материалом, ему уже легко там. Если он этот опыт не получил, значит ему хоть инструкции пиши, хоть не пиши. Ему они по барабану. Вот поэтому, допустим, в первых классах девочки очень хорошо учатся сразу, потому что им там все разжевывают, и они быстро все усваивают. А мальчик, он вообще не врубается, куда он попал. Вот мальчику нужно целый год, чтобы просто захотеть учиться, понимаете? То есть ему надо к этому привыкнуть. Девочка, если там все как бы ей расписано, разложено, зачем, почему, для чего, она тут же все во всем разобралась, и тут же ей легко стало, и понятно все. Но мальчику нужно попробовать все. То есть ему нужно получить вот этот опыт победы, преодоления, и через опыт мужчина воспринимает мир. Вот, допустим, даже разница в восприятии лекций. Вот женщина как воспринимает лекцию? Она, допустим, если первый раз, она чувствует мое, не мое. Мое, не мое, она слушать не будет. Вот, мужчина, он не чувствует мое, не мое. Он смотрит на первую лекцию, вот кто из глаз вообще меня никогда не видел, пришел первый раз на первый лекцию. Вот сейчас вот меня сравните. Он слушает и думает сначала, дурак, не дурак, дурак, не дурак. Все, он пытается понять, что такое вообще, что за фрукт. Вот, мужчина сначала, он просто пытается вот так понять. Потом дальше, когда он принял, допустим, он как слушает? Он думает, с этим согласен. Ну, то есть он сравнивает своим опытом, любое знание мужчины. С этим согласен, с этим не согласен. В этом разберемся. Если мужчину спросить после лекции, спросить, тебе лекция понравилась, он скажет, ну, я это все знаю. В общем-то, да, я все знаю. Вот, женщина, кто из вас спрашивали у мужчин, понравилась лекция или нет? Как он отвечает? А? Я все и так это знаю, да. То есть это... А почему? Потому что он сравнивает со своим опытом, мужчина, когда слушает. Женщина, она когда слушает, она сначала пытается понять, мое, не мое. Если мое, то она вот так вот все всасывает, и у ней происходит апгрейд. То есть она сразу... И вот так раз, и вот так вот все начинает знание воспринимать, вот так все полностью. И она приходит домой уже новенькая. Муж как бы отпустил жену на лекцию, он ничего не подозревал. Она приходит с лекции новенькая. И поэтому у женщины акции происходят. Она любит познавать все, но у ней сразу происходит апгрейд.